доброго времени суток да и вообще времени сегодня у нас видео первое видео из серии четырех или пяти видео в которых я расскажу вот таком понятии как семья боеприпасов то есть это такой разновидности групп боеприпасов как семья не путать семейством ну как дойдет там и расскажу собственно в чем разница значит первый боеприпас 22 short он же short то есть 22 короткие он его история начинается с 1857 года разработан он фирмой smith wesson по крайней мере он вышел с их револьвером номер один который вот он как вы понимаете в 857 году это был весьма совершенное тип оружия ввиду того что это был унитарный боеприпас это уже не капсульные револьверы унитарный боеприпас то есть металлическая гильзи именно благодаря вот этой идее фирма smith wesson и как бы и револьверы в целом очень распасну очередной этап их сурового развития такого больших темпах быстрых темпов развития появился он следующим образом патроны 20 вот это 6 миллиметров лобер вот этот 22 миллиметров лобер вот он был создан на его основе удлинен и в него была закреплена ну скажем так как пишет в источниках оригинальной формы цилиндра коническая пуля и добавлен заряд дымного пороха то есть он как бы уже имеет заряд пороха флобер напомню без такового патрон получился удачным с одной стороны он стал популярным среди спортсменов который позволял стрелять им на большей дистанции чем флоберов ски патрон получился довольно таки к тому же и точны вот и стал основателем впоследствии целой серии целой семьи боеприпасов сейчас я покажу его разновидности в книжках которые мы неоднократно потребляем использовали на всякий случай покажу 5 и 6 миллиметров пистолетный укодроченный патрон кольцевого воспламенения вот его характеристики вот так вот выглядит пуля прошу вас обратить внимание на то что диаметр пули и гильзы одинаковы я это называю поршневой посадкой в отечественной литературе я эквивалента не нашел в англоязычной литературе такой тип посадки пуля называется хилот бьюлот то есть пуля с каблуком под вот этой нижней частью которая меньшего диаметра она называется как бы каблук и соответственно пуля с каблуком каблучная пуля или как-то так в нашем случае я тоже в конце когда буду рассказывать о понятии семьи тоже скажу почему я применяю именно поршневой термин поршневая посадка следующая его модификация это у нас силует вариант вот его характеристики я пролистаю так их не особо много пока листаю скажу заодно что это патроны отечественного производства вариант его и вот олимп олимп кстати скажу отдельно это до сих пор считается одни из лучших спортивных патронов марка олимп он не только этот боеприпас под ней выходит если не ошибаюсь делает их новосибирский завод низковольтной аппаратуры и даже я читал когда-то статьи целая драмы там разворачивались по поводу этого патрона как его там американцы хотели скопировать и в 90-х там и лицензию продали ну в общем если захотите в интернете посмотрите то есть такой драматичный вот так вот он выглядит в разрезе ну и холостой вот тоже есть вариант его снаряжение причем как видим в сигиль золотонная ну вот даже какая-то похожа такая на медную прям ну или тампаковая не знаю на этом с вариантами его закончим ну и покажу собственно говоря его уже конкретно его клейма здесь вот такое клеймо которое я идентифицирую как луганский патронный завод ильза как видите стреляна но здесь буква вот l хотя можно видеть это и как 5 но если я не ошибаюсь это луганский патронный завод такая вот накаточка опорная то есть пуля ну я не знаю возможно она сделана для того чтобы как бы отличать модификации кстати учить наши патрон отечественную мы сейчас можем это выяснить накатки нет накатки встречаются у нас на всех из тех что я вижу на всех мне кажется что я в жизни встречал возможно и без накаток но данная накатка причем в моем случае я не знаю получится на видео или нет она гладкая она не такая не рифленая не перфорирован ну как бы не пунктиром идет а просто вот гладкая я насколько могу увидеть это или просто так прокаталась но по-моему на как надо гладкая ну на этом пожалуй про него закончим и перейдем к следующему всем удачи обязательно соблюдайте правила техники безопасности